Обзор разных самодельно-длиненных штампов. Во-первых, вот такие достаточно стандартные штучки. С двух сторон на круглых вот этих бачках я нанесла рисунки. Какие-то вот процарапаны по коже твердому. Это можно делать какой-нибудь вот такой остренькой петлей, можно делать ножиками, металлическими инструментами. И процарапанные глубокие линии будут, соответственно, сильно выступающими. Так, можно, например, вот такой петлей сделаны вот эти вот кружочки. И это форма штампа шарик, который нам позволяет создавать поверхность, любые практически такие вот фигуры рисовать. А это, соответственно, может быть край какой-нибудь работы. Вот, ну и получаются такие выпуклые следы, выпуклые пузырьки. Вот. Шарики хороши тем, что можно вот любую форму придавать. Эти шарики маленькие, поэтому такие узенькие дорожки получаются, но этого хватает на самом деле, чтобы достаточно большую площадь заштамповать. Но можно делать и крупнее. Потом, вот такие ролики. Самый простой ролик, просто без дырки, без всего. И мы его можем катать. Причем, в том числе, можно его катать вот как-то тоже неровно. Такой ролик. Крупнее. Это в мягком виде тоже сделано. Вот такой палочкой. Вот такие углубления кисточкой натыканы. И тоже получаются такие вот штуки. Листья дети делают, взрослые достаточно несложно. При этом, когда их много разных рядышком, то смотрится очень разнообразно и интересно. Можно составлять всякие кусты и все такое. Какие-то более такие крупные штампы, когда отпечатываем, важно их хорошенечко со всех сторон придавить. Ну, тоже. Это такая более стандартная версия, классическая, когда мы прям какой-то рисунок делаем. Это отпечаток украшения. Это была такая подвесочка. И поскольку мы спечатали в глину, она вот в своем как натуральном виде сохранилась. Еще интересный вариант – это следы. Здесь, обратите внимание, не углубление, здесь наоборот выступающая часть. То есть срезано все остальное. Ну, или вот налеплено в этом случае. Это ребенок делал какой-то абстрактный такой след. Вот. И благодаря тому, что это штамп с выступающей деталью, здесь она наоборот вдавленная. Причем здесь сделан достаточно высокий такой рельеф. А здесь наоборот маленький. Поэтому, когда я вот этим работаю, его сложно сделать так, чтобы не было видно краешка, круга вот этого. Очень слегка только, если давить. Поэтому вообще для таких вот, чтобы следы на тарелочке оставлять, лучше делать еще чуть более выступающими, чтобы вот этим кругом не касаться. Либо его приближать к краю штампа, к краю лапки. Но мне вот этот вариант нравится, потому что его достаточно несложно использовать. И вот, пожалуйста, можно пустить птичку или динозавра. Здесь, казалось бы, такая абстрактная какая-то вещь. Но на самом деле, когда мы вот такие повторяющиеся элементы используем под разными еще углами, опять же, нам можно быстро и интересно достаточно поверхность как-то покрыть. Можно пытаться из них составлять там какие-то вот вещи. Так. А, и еще вот штампы, которые не были обожжены, их вот сделали на прошлом занятии ученики, они подсохли. То есть их, в принципе, можно точно так же использовать. И иероглиф, кстати, в зеркальном виде прорисовывали, потому что здесь он должен отпечататься в оригинале. Вот. Это просто по мягкой глине через пакетик продавили. Вот так. Единственное, что много раз, если я сейчас вот так вот сделаю 30 раз, то у меня уже станет здесь влажная глина. Поэтому их можно, конечно, использовать до обжига, но аккуратненько, чтобы не размочить сильно. Вот так.